Я думаю, что, конечно, отразится, но прежде всего реанимация Минской группы настаивала Армения, как вам известно, в отношении она прощалась. Передавала туда пять пунктов Азербайджана с просьбой начать миротворческий процесс и так далее, но это не получилось. Это связано было с тем, что Минская группа в старом формате в повестке дня содержала пункты статуса Карабаха и миротворческом корпусе. Этот механизм уже не работает, он давно не работает. Его торпедило сначала Алиев. Сейчас вот украинский кризис торпедирует. В Европе сказал вашему министру, что Запад отказывается от вынесения Минской группы. Ну, в России состоялась встреча Алиева-Пашиняна под экидой ЕС. Это Мишель Поррель. Они курировали и там договорились о создании двухсторонней встречи. То есть форматы министров странных дел будет готовить миротворческий договор, проводить демилитализацию границ. Что бросает в глаза, что армянская сторона не наговорила на гором Карабахе о статусе. А если речь идет о мирном договоре, то значение признает территориальную целостность Азербайджана. И, в общем-то, Ереван как бы дистанцировался от этого. Вот и все. Вот вам, конечно, эти результаты. Я не думаю, что для армянской стороны поведение других сопредседателей, это Франции и Соединенных Штатов Америки, оказались неожиданными. Если Минская группа заработает уже после украинского кризиса, и то она заработает тогда, если Россия должна побеждать. Если мы победим, то все заработают так, как нужно. Если нет, то будет плохо всем. Без участия России на территории Кавказа ничего не будет. Ничего не будет. Это все временные промежуточные решения. Вообще, даже вот представительская встреча Алии Пашиняна показала, что они, с одной стороны, форсируют процесс, с другой стороны, его затягивают. Все ждут результата событий на Украине. Победа России — это совершенно один ход. Полупобеда — это второй ход. Не дай бог поражения — это совершенно третий ход. И они не боятся принимать решения. Они просто запустили в новом формате переговорный процесс. Он будет продолжаться достаточное время, скорее всего, до восемь. Пока существуют два формата. Это трехсторонний формат Алии Пашинян-Путин. И вот сейчас появится второй формат. Это тоже трехсторонний из участия ЕС. Немецкая группа ЕС. Кто там будет Борель или Мишель будет представлять. Это два формата. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok